Ну нет, какой-то разводняк. Мне в какой-то момент стало интересно, как выглядит, ну, такая непарадная часть Азербайджана. Вы гости в нашей стране, и не надо платить. Короче, я не знаю, насколько я здесь уже потолстел, но... Здесь по периметру стоят нефтяные скважины. И самой главной достопримечательностью, которая меня удивила в Азербайджане, оказались люди. Привет из Баку. Одно из местных мне прямо дико понравилось. Макдональдс находится, ну, примерно там в центральной части города. Найти его просто можно, это не займи, 340, центральный Макдональдс, приехать к нему. Все по Баку можно гулять часами. Вот, я ищу тот пешеход, я обычно, знаете, идите погулять, я на такси доеду. И вот здесь вот такая вот шикарная прогуточная аллея, на самом деле по выходным. И вечером здесь очень много людей. Вот, ну, а сейчас понедельник, где-то примерно час дня. И тут нереальное количество ресторанов, и при этом цены здесь на рестораны, ну, прямо копеечные. И по деньгам вот это вот, все-все-все, получается где-то, наверное, пища на полторы. Сюда стоит съездить как минимум для того, чтобы просто вкусно пожрать. Обычно на отпуске я худею. Здесь все сложилось иначе. Вообще, несмотря на то, что Азербайджан – это страна мусульманская, девушки здесь ходят очень красиво одетые, при том, что я видел, что кто-то ходит и в шортах, и в юбках, и с открытым животом. Ну, там, мини-юбок там, может, я, конечно, и не видел здесь, но тем не менее. Мужчины здесь выглядят достаточно опрятно, аккуратно. Они одеты, да, консервативнее, чем в Москве, например. Но при этом все равно, там, девушек в паранже здесь, особенно в центре, я практически не встречал. Ближе на окраинах – да, но их действительно мало. Вообще, очень жаль, что фонтан выключен. Всегда, когда я был здесь вечером или выходные, он всегда работал. Видимо, его включат чуть попозже. Вообще, Баку называют городом огней. Я когда на самолете прилетал ночью, я обалдел. Он реально ярче, чем Москва выглядит. И помимо того, что Баку называют город огней, его еще называют город ветров и город фонтанов. Вообще, чтобы вы понимали, у нас фонтан, два фонтана, и вон там вот еще третий фонтан. И где-то вон там вот еще третий фонтан. Ну, здесь, понятно, прогулочная зона, но вообще, и тут прямо, правда, до хрена. И у них очень красивая подсветка, они очень чистые, очень аккуратные. Ну, и, в принципе, на самом деле, в Баку реально очень чисто. Ну, про то, что здесь почти все знают русский и хорошо говорят на русском, в процентах 80 случаев вам всегда ответят по-русски. На самом деле, самой главной достопримечательностью, которая меня удивила в Азербайджане, оказались люди. Вот за то время, что я здесь, сейчас просто пальцы загибают. Я здесь там, ну, там, чуть больше трех недель. Два таксиста. Таксисты меня постоянно расспрашивают, когда я приехал, нравится ли мне здесь. Для них это, кстати, правда важно. Узнав, какие события происходят в России, они говорят, типа, нет, денег не надо, у вас сейчас там не самый простой период, вы гости в нашей стране, и не надо платить. Я поначалу реально в шоке был просто, но это правда вот так. Один из таксистов, это было еще в первый день или два, позвал меня к себе домой на ужин. Условав, что жена приготовила какое-то очень вкусное национальное блюдо, он говорит, типа, поехали ко мне. Я тогда напряг, ну, мне, какой-то разводняк. Я только потом понял, блядь, это было ехать реально. Я пришел не в тот банк, и мне объяснял полицейский, куда мне надо, и он видел, что я явно не догоняюсь, что здесь два ГИС очень коряво работает. Он меня подвез до другого банка. В ресторане как-то мне не хватило монат. Ну, местная валюта монат, у меня были доллары и монаты. Мне не хватало несколько монат, чтобы заплатить за счет. И официант такая, ничего страшного, давайте я за вас заплачу. Вот эти вот там три моната, три моната, там сто рублей вообще. И это, ну, как бы такие приличные деньги здесь на самом деле. Ну, средняя зарплата здесь, типа, 300, 400, 500 монат. И таких случаев здесь происходит постоянно. Поэтому вот самая главная ценность, что меня поражает, и то, чему, я считаю, всем нам надо учиться, это доброта. Кстати, симку я брал вот у этого оператора. Покупать симку у местного оператора, это дешевле, чем роуминг, однозначно. В интернете у меня не очень хороший интернет, он не очень устойчивый. Он может работать хорошо, потом может работать медленно, потом может секунд на 10 пропасть. Поэтому я взял вот эту вот симку. Other cell. Она мне обошлась. Я забыл. Из того, что я недорассказал, фонтан заработал. Пожалуйста. Стоило отойти ненадолго. Здесь действительно хорошо относятся к русским. И это на самом деле очень ценно, потому что в мире таких мест становится все меньше. Поэтому в каждом своем ролике я стараюсь говорить о том, что приезжайте куда-то, ведите себя по-человечески, по-доброму к людям. И вы здесь, люди к вам тоже потянутся. Здесь вообще все наоборот происходит. Здесь к вам люди тянутся и очень по-доброму. Вот, фонтаны. Значит, здесь фонтаны после обед начинают работать. Ну, а вечером с подсветкой они смоются овоща. Удивительно просто. Вон этот тоже заработал, тот треки заработал. Ну, в общем, что-то я сюда так жил и начал работать после обеда. Вот вообще один из ресторанов, который мне очень нравится. Здесь недорогие кальяны. Ну, в принципе, здесь, как я уже говорил, еда недорогая. У меня, по-моему, уже есть видео, я записывал из этого ресторана. Короче, я не знаю, насколько я здесь уже потолстел, но как минимум килограмма на два, на три точно. Вот здесь все вкусно и дешево. И что в целом касается цен, допустим, цены на такси. Блин, какие азербайджанки красивые, вот честно. На них смотришь, они очень открыто улыбаются, они очень аккуратно одеты. При этом они говорят, что это красиво. Не вульгарно, а именно красиво. Про цены на такси. Здесь в среднем поездка по городу стоит меньше двух монат. Ну, я сдачу обычно не забираю, потому что здесь поездка может стоить полтора моната. Дальняя поездка через город стоит там 4-5 моната. Кстати, на такси здесь ездить, чтобы не прикреплять карту, ничего, есть приложение Bolt. Очень удобное, оно как наш Яндекс, и оно на русском языке. Я выбрал отель отдаленный от центра города, пятизвездочный, с прекрасным балконом, видом на море, с прекрасной террасой, на которой можно ужинать. Ну, в ресторан с террасой. И мне все это удалось... А, у меня видео есть. Короче, хочу устроить рум-тур номера в пятизвездочном отеле за 1100 рублей в сутки. Здесь на самом деле очень свежий ремонт, очень просторно, и самое главное... Вот такой вид. Кстати, вот еще одно место, наверное, которое мне понравится больше всего. Оттуда вот у меня точно видео есть. Сейчас я пришел в заведение, одно из TripAdvisor. Я здесь на самом деле выкушал, поэтому я и так знаю, что будет очень вкусно. И отсюда, скорее всего, я даже не выйду, я, наверное, выкачусь отсюда. Вот. Сейчас сам все увидим. Короче, вот это вот все мне, и по деньгам вот это вот все-все-все. Получается, где-то, наверное, пища на полторы. Вот, вот настолько здесь приветливый народ. И это потрясающе. Еще про важную вещь забыл рассказать. Как я ловлюся в Египте? Когда едешь в какую-то страну, очень важно перед этим почитать, а что можно, а что нельзя. Там запрещены квадрокоптеры. Все запрещено хорошо из Египта, я в тюрьме не сидел, я даже квадрокоптеры оттуда вывез. В чем суть? В Азербайджане точно так же запрещены квадрокоптеры. Здесь есть ограничения по возу электронной техники, хотя они не очень строго соблюдаются, как я понял. И сразу один из самых популярных вопросов. Можно ли здесь оформить банковскую карту? Отвечу так. Очень сложно, но можно. Официально, если вы зайдете в банк, скажете, нет, мы иностранцам карты не открываем. Но открыть ее здесь можно, но для этого вам потребуется какой-нибудь знакомый в банке. И тогда вам откроют карту. Но надо учитывать, что на азербайджанских картах есть некоторые ограничения, допустим, они так же не подключаются к Apple Pay. Должны подключиться с января этого года. Поэтому, если вы едете прямо именно за картой куда-то, то Азербайджан не самая подходящая страна для оформления банковской карты. К сожалению. Хотя, очень жаль. Совместить, вот съездить за картой и тут отдохнуть, ну, это, на мой взгляд, идеально. Кстати, начал я рассказывать про Макдональдс и забыл про цены сказать. На Макдональдс цены здесь примерно такие же, как и в Москве. Ну, может, чуть-чуть подешевле, процентов там на 15, на 20. Кстати, помимо того, что здесь работают все бренды, типа Зары и прочие, хотя я тот еще модник, здесь даже есть Hard Rock Cafe. Я, правда, я заходил сюда, но, возможно, у меня просто нет вкуса, но я как-то к нему очень равнодушно отношусь, тем более, что в Hard Rock Cafe нет вкусного пива, местного пива. Про пиво я, наверное, пойду ужинать и расскажу подробнее, про какое здесь пиво. Ну, короче, как вы поняли про рестораны, я могу говорить просто бесконечно. Уже здесь, это здесь везде вкусно. Есть одно место, в которое я еще не зашел, но как раз сейчас зайду вместе с вами. Все, я дошел и вот это место. Короче, в чем прикол-то, ведь не только в названии, да? Там даже такой же коричневый диванчик находится. Так, вообще, по местным меркам кофе здесь достаточно дорогое, оно здесь почти 7 монат. Это 230 что ли рублей, 240. Ну, понятно, за что, за атмосферу. Сидишь в Централ Парк и я жду свой капучино. Меня расспросили, так, с улыбкой, позитивно, что там, блогеры, без всяких вопросов, там, где съемка запрещена, там, расспросили, там, сколько подписчиков, для кого снимают, сняли меня тоже. Нет, но кофе огромный. И он реально вкусный. Очень. Так, ну, от кафе Friends буквально три минуты, и мы доходим до набережной. Кстати, здесь вот такие вот кайфовые шахматы. Местные рубятся, всегда много зрителей. И вот во всех центральных частях города очень много полицейских, но что меня порадовало, так, наверное, правильно сказать, у них реально очень добрые лица. Ну, я уже рассказывал, что меня просто на машине подвез полицейский. И для него это видно было, что это, ну, дело нормы. И здесь, когда проходишь мимо полицейских, они доброжелательные. Наверное, это о чем-то говорит. Вот сама набережная, местный променад. И он очень ухоженный, он очень широкий. Тут даже вот такой вот парк кактусов есть. Набережная очень красивая, но здесь не купаются. о, сколько тут рыбы. И, видите, не знаю, видите ли мне, национистые разводы. Это вот такая вот небольшая ложка дегтя. Везде, вот здесь, по периметру, стоят нефтяные скважины. Основной дохода Азербайджана, насколько я знаю, это именно добыча нефти. и местные, ну, в центре вообще не купаются. И вот тут вот есть еще пляж, буквально минутах в 20 на такси. так, ну, из города можно доехать примерно за 5 монат и пляж здесь достаточно специфический вообще сами местные здесь редко потому что здесь зависимости от прилива отлива и ветров часто бывают такие машинистые разводы от добычи нефти ну вообще вода достаточно прозрачная но опять же это все здесь зависит от прилива отлива ветров так далее это пляж рядом с поселком шихова ехать буквально минут 15 наверное там тоже не особо купаются скорее просто приезжают отдохнуть на пляж и даже у меня из отеля открывается потрясающий красивый вид на нефтеперерабатывающий завод я в принципе очень люблю такие индустриальные пейзажи поэтому мне вообще нормально кстати ну вот собственно чё далеко ходить на набережной один из таких главных экспонатов насколько я понимаю такой своеобразный памятник добычи нефти и даже вот главная улица вот там вот которая идет вдоль променада она по-моему называется проспект нефтяников так ну несмотря на то что нефтегазовый доход достаточно большие зарплаты в Азербайджане не очень большие потому что цены недвижимости достаточно высокие и местные конечно купить сейчас недвижимость им ну практически нереально кстати вот отсюда открывается прекрасный вид на набережную так ну собственно вот я дошел до конца причала и вуаля кстати что касается ресторанчиков на первой линии променада в них цены уже доходят ну до таких средних московских цен но оно и понятно посидеть вот там вот наверху поесть шлычок из баранины выпить пиво или вина гранатового здесь очень вкусно гранатовое вино я здесь покушал на двоих обошлось это около 60-65 монат но поскольку центральная часть и набережная не только центральная часть даже туда подальше в город заехать здесь красиво мне в какой-то момент стало интересно как выглядит ну такая не парадная часть Азербайджана я просто на такси уехал в синий город город находится буквально на километрах в 15 от Баку я приехал на главную площадь фонари тут прям пушка ну что порадовало что и там тоже люди очень приветливые и доброжелательные я не знаю каково там оказаться посреди ночи где-то на окраине но я скажу так что да где бы вы в мире не были окажись вы ночью на окраине вас будут ждать масса приключений 3 секунды географии немножко помню если вдруг вы не знаете то вот это Каспийское море и вон там вот вдалеке Дагестан здесь очень много флагов азербайджанских и поскольку Баку еще называют городом ветров все эти флаги развиваются невероятно красиво такое ощущение что ты смотришь в слоу-мо момент вы знаете как в фильмах Майкла Бэя ну вот мы дошли до еще одной такой известной достопримечательности Баку это это речка тут можно на лодочке вместе с красивой девушкой плавать под мостиками не помню сколько это стоит но сейчас узнаю расскажу ну на самом деле это одна из известных курортных фишек города и я видел как здесь вечером плавают реально здесь все с подсветкой очень красиво стоит это три моната то есть ну где-то там 100 рублей за одного человека это ну грубо дают покататься там 5-6 минут ну я думаю этого достаточно ну называется это место как-то типа маленькая Венеция что-то такое кстати в Баку находится по моему самый большой в мире музей ковра вот он и на самом здесь куча магазинов которые продают классические ковры которые у всех у нас висели на стенках у бабушек и дедушек поскольку сейчас путешествовать довольно непросто стало и в том числе вопрос финансовый как тратить деньги ну про карту мир что она по одному месту полетела с разбега по губам так есть способ на денежные переводы сюда это куда более выгодно чем покупать по бешеному курсу доллары в России можно переводить ну на данный момент еще можно переводить золотая корона и контакт контакт вроде повыгоднее но там он более проблематичный по-моему я перевел через золотую корону и это в общем там на 2-3 рубля дороже чем биржевой курс рубля к доллару получается вот можно переводить и прямо снимать здесь в банк банки здесь работают до 5 часов вечера после этого деньги вы уже здесь не поменяйте ну чисто в теории вы можете их поменять здесь в некоторых банкоматах ну я вам скажу я один раз так делал и не самая это простая задача поэтому лучше менять прок заранее здесь торговый центр нью-йоркер какие там еще бренды бывают я честно не очень кстати футболку покупал по-моему именно вот здесь мне обошла футболка 600 рублей я их купил две и здесь как раз сразу несколько кафешек с потрясающим видом но ценник здесь уже такой ну ну как такой типа средний московский но зато с видом на Каспийское море ну вот как раз где официантка предложила добавить пару манат мне это место знакомым посоветовали ну правда вкусно очень супер здорово вот ну и тут дальше празднования променада вокруг торгового центра и тут много-много всяких классных вкусных кафешек ну и сразу же тут леса но я уже где-то снимал видео про него короче вот это колесо обозрения но стоит где-то по-моему там 10 монат с человека но времени у меня нет да и честно кольцам к этим я равнодушен так ну и следующая достопримечательность до которой я догулялся это фуникулер это такой же фуникулер как в Сочи или во Владивостоке я на нем уже катался но тогда я нифига не снимал поэтому сейчас я пойду снова специально для вас сколько бы вас не было ни хрена я вам не подсниму потому что в понедельник он на профилактике учтите это но вообще подъем стоит 2 моната по моему почему я советую на нем прокатиться потому что он ведет к местному парку с которого открывается вид на весь Баку фуникулер стоит 2 мотоц человека но на самом деле на такси туда доехать дешевле так ну я решил что я чуть попозже на такси туда уеду я сначала дойду до старого города прогуляюсь немножко там потом уже на такси уеду туда наверх кстати как здесь улет пешеходные переходы я теперь понял что собянин на москве нас такие пешеходные переходы почти все сами подземные переходы здесь выглядят вот так так вот одни из ворот в старый город я дошел ровно до того места в которое я шел черт побери именно вот в этом месте снимали фильм глянтовая рука кстати в старом городе живут люди то есть вот на первых этажах в основном какие-то что-то какие-то постройки офисные магазинчики и так далее а на вторых этажах прямо видно что живут люди что здесь где-то там постельное белье сушится нет тут гостиницы ну такие очень красивые улочки вон видно что не сна такие жилые помимо азербайджанских флагов но где висят флаги турецкие азербайджан с турцией считается братскими народами ну и вот из старого города я дошел сразу до девичьей новодевичьей башни не помню как правильно называется так билет я купил но вот что интересно для местных подъем на башню стоит 2 моната а для туристов 15 моната 15 моната 15 моната это youtube канал мой у меня там 24 подписчика по моему вот привет из Баку кстати насчет сигарет в азербайджане здесь можно курить везде везде в ресторанах везде можно курить в такси а не как в России такси откроешь окна все что хочешь курить а здесь можно курить а вот ну в общем о чем я и говорил люди здесь потрясающие а спасибо за это короткое интервью спасибо саша очень рад познакомиться спасибо отдыхать в общем о чем я и говорил люди здесь очень доброжелательные и очень открытые там кстати что я хотел рассказать у меня тут встретили возле входа и типа вам это экскурсия не нужна может вам там квартира нужна а здесь снять квартиру как мы привыкли к этому нельзя здесь в каждом районе сидят свои типа маклеры которые водят тебя по квартирам в этом районе и показывают какие есть варианты ну естественно мошенники тоже встречаются поэтому если будете снимать квартиру будьте аккуратнее так я вижу свет что если заказать спортсмена у меня говно в свое время эта башня служила когда-то маяком и потом местом где развивался флаг кстати вот где-то там находится культурный центр Гайдара Алиева это культурный центр Гайдара Алиева и выглядит он ну прямо туристически максимально а еще тут везде эскалаторы в подземных переходах в мечетях даже тут я здесь набрал наверное килограмма 3-4 за эти дни и останавливаться не собираюсь я вам знаете что скажу что культурный центр в Азербайджане в Баку выглядит круче чем научный центр Сколково вообще вот по этой вот штуковине по идее можно мне кажется на самую крышу у Пидори я там был по моему буквально вчера и если не ошибаюсь то где-то там мечеть Гайдара так ну вот я и у цели мечеть большая мечеть красивая площадь возле нее красивая построенная на 2014 году вот она ну а я решил что наверное пора заказывать такси и ехать на этот на верхнюю точку фуникулера в парк так ну вот собственно здесь фуникулер приезжает наверх вот такой потрясающий вид здесь открывается на Баку кстати вот там телебашня она входит в топ-40 самых высоких башен мира и вот там на самом верху этой башни есть вращающийся ресторан он делает свой оборот примерно за час я не знаю успею ли я в нем побывать но постараюсь называется это место по-моему Нагорный парк сзади меня три пылающих башни а почему не пылающие вы увидите вечером а сам парк сам парк вот так вообще вон там тоже фонтан и такая стена воды но она почему-то сейчас не работает вот я дошел здесь вечный огонь Баку на самом деле еще минуту назад здесь не было ни одного человека ну и с этого же места открывается наверное один из самых лучших видов на Баку хотя мне кажется что самый лучший вид здесь наобережный набор но я пока свое тело пытаюсь оттащить до ресторана буквально чуть пониже спустился и тут уже открывается вообще супер офигенный вид на сам город так ну я снова вернулся к своему любимому месту это парк с ресторанами кстати вот опять же этот Макдональдс не займите 340 про Макдональдс в России ходил такой вслух что в России он самый вкусный в мире я честно был уверен что это правда и я ел здесь я вам скажу честно что единственная разница что здесь немного вкуснее овощи то есть в целом если хотите вспомнить вкус трушного биг тесте welcome сюда ну и покушать я снова вернулся сюда так у меня здесь есть любимый столик он занят так что мы сядем здесь короче я опять капец сколько заказал и отсюда опять видим поеду шариком перекус начинающего блогера чек вот это вот типа до ума но она в овощах просто баклажанчики и вот это очень вкусная лепешка вообще в Азербайджане два очень вкусных пива местных есть это Хардалан и НЗС поэтому для любителей пива welcome мы на месте город огней ночной Баку вон там кстати как раз вот эти три пылающих башни так ну вот такая вот у них идет подсветка это раз и вот такая подсветка у них два вообще когда я изначально увидел первый раз я подумал что это реклама Бёрна ну а домой я еду на эконом такси мерседес за 140 рублей но я на самом деле сейчас еще заеду в магазин и покажу вам немножко про цены на продукты и и и и и и и и продукты здесь огурцы по 50 рублей и так целом все ценники ниже ну алкоголь может не настолько сильно ниже но все равно понешлили а так продукты в семье в полтора в два с половиной раза дешевле чем в Москве тут продается очень вкусное вино в принципе я пил все три сорта но мне больше вот это понравилось он стоит 9 монат то есть 300 рублей с копейками это такая же вкусная в россии чуть-чуть менее газированная но это блин чувствуется и тут очень вкусные сыры а ну да и бутылочный хардалан пиво около двух монат нзс он три или три с половиной моната вот такая вот тут хурма продается очень нежная всего чуть больше 100 рублей она имеет вообще максимально непозентабельный нетоварный вид она прям вот так вот в магазинах продается вот и ее до дома довести вообще нервис вот все нарвется сразу вот но она вообще не вяжет она просто сладкая что так ну а у меня сегодня вишенка на боку это вот это вот башня там наверху находится ресторан я туда позвал очень красивую девушку это вот ресторан он прямо он вращается вот так вот по кругу он делает полный оборот за час с как раз вот погода не очень повезло я хотел прям на закат попасть но типа как есть здесь короче вот такой вот коридор ведет прямо внутрь горы и отсюда по идее мы поднимемся на лифте на самый верх здесь депозит на стол 60 монат на двоих за целый стол я думаю все отсюда на лифте мы поедем на высоту в 310 метров короче чтобы понимали вот движется самое крутое что мы двигаемся даже относительно вот там партная стойка и сейчас потихоньку очень медленно я еду в барной стойке хорошо он там доехали до плащих башен вообще поужинать здесь на двоих можно спокойно салат плюс горячая там с алкоголем монат 80 90 на вид конечно потрясающе я специально старик забронировал перед закат и сейчас город будет расцветайте прямо что можно посмотреть а длино снова пак